Мы находимся в Пушкинском лицее непосредственно, и Ольга Велениновна расскажет нам о том, как же начиналось это путешествие в Канаду, с чего все началось. Расскажите нам. Все начиналось именно здесь, прямо недалеко от меня находится кабинет, где прошла первая встреча с одним из руководителей образовательного округа Канады, с Марком, когда он рассказывал нам о прекрасной программе международного обмена, международного обучения, которое проводится в их школах. Вот такой буклет получили наши старшеклассники. Школа, которая нас принимала, Белмунд, находится недалеко от города Виктория, в Британских Олимпий, на острове Ланковия. И это одна из очень прекрасных и современных школ. Привет всем! Мы сейчас, это наш пятый день в Канаде. Третий день, соответственно, в школе. Нас встречали интересные, творческие, заинтересованные в своей работе, в успехе своей школы люди. И нам там было очень-очень комфортно и здорово. Скажите, где жили дети? Ребята жили в семьях. И семьи, которые принимали наших ребят, они, как я понимаю, не впервые принимали иностранных школьников, иностранных студентов. Очень ответственные, отзывчивые, дружелюбные люди, у которых нашим ребятам было комфортно и радостно жить. Скажите, а кто поддерживал ребят уже непосредственно в школе? Вот у них такие Бадди были. Бадди – это совершенно замечательная команда старшеклассников. И эти ребята, которые во время учебы занимаются еще изучением межкультурной коммуникации, работают со своими иностранными друзьями, они были теми проводниками, которые помогали адаптироваться, которые отвечали на все сложные и простые вопросы, возникающие у наших ребят. Скажите, а чем занимались вы, пока дети были в школе? Хороший вопрос. Конечно, мы тоже были в школе. Мы встречались с ребятами, которые приезжали на автобусе на школьном, на разных автобусах, или которые привозили родителей. Мы обязательно проводили такой утренний мозговой штурм, чем будем заниматься сегодня, на какие темы будем беседовать с нашими канадскими друзьями. Потом ребята шли на уроки, и мы точно так же шли на уроки. И было очень приятно, что канадские коллеги гостеприимно приглашали нас на свои занятия. Были очень интересные уроки по истории Канады, по страноведению, прекрасные языковые занятия. Ну и, конечно, чего греха таить. У нас было время, чтобы сходить в библиотеку, чтобы посмотреть музей, чтобы просто полюбоваться красотами Канады. У нас было время узнать страну изнутри. Я не могу сказать, что прямо с самого утра до позднего-позднего вечера мы были вовлечены в образовательный процесс. Мы находимся в музее Виктория, в музее Бритиш-Коламбия. Расскажите, пожалуйста, какие отличительные черты именно канадского образования, в отличие от британского или американского? Самое главное отличие – это практико-ориентированное строение учебного процесса. У ребят четыре пары в день. И это отличает их и от американской, и от британской школы. Что нам показалось необычным именно в канадской школе, что это не совсем академическое образование, это скорее подготовка к взрослой жизни. Я очень рекомендую быть отзывчивее, особенно школам. У нас очень много бывает в школе различных предложений и приглашений. Но если эти приглашения и эти предложения сделаны в Старо Академии, поверьте, это требует очень пристального внимания, чтобы дать положительный ответ. Они очень интересные проекты придумывают в сфере образовательного туризма. Спасибо вам большое за это замечательное интервью. Всегда приятно к вам. Приходите с вами общаться. Спасибо большое. Приходите, приходите к нам в школу. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.